Лидия Голованова обратилась к депутату Госдумы с одним вопросом. Уточнить, планируется ли прибавка к пенсии детям войны. Женщина наслышана, что в некоторых регионах нашей страны такая практика уже есть. В Югре будет решен вопрос по детям войны, по прибавке к пенсии. Ну вот до сих пор ничего нет. Николай Брыкин согласился. Проблема действительно существует. Ее не раз поднимали все партии. Но на федеральном уровне задачу не решить. По ряду причин. Во-первых, кого отнести к данной категории? Тех, кто родился, к примеру, в начале войны или накануне Победы? Во-вторых, тогда был Советский Союз. А значит, льготами придется обеспечить пенсионеров из бывших союзных республик. А это накладно. Если сегодня Российская Федерация на федеральном уровне принимает закон о детях войны, то она на себя берет обязательства по всем детям войны. Потому что был тогда союз и у бюджета на сегодняшний день. В целом, допустим, охватить Россию и еще 15 республик союзных, которые были, нет возможностей. Брыкин подтвердил, что действительно в 15 регионах России, причем не самых богатых, уже выделяют средства из бюджета на поддержку детям войны. Положительный опыт есть. Удивился, почему другие регионы его до сих пор не переняли. Я не знаю, почему, допустим, на сегодняшний день в обруге этого нет. Но будем разбираться. С вопросом о регистрации некоммерческого объединения обратилась организатор сообщества «Не сижу в декрете». Анастасия Кострова планирует на базе своего помещения организовать каворкинг – площадку, которая позволит мамам, находящимся в декрете, в свободное время работать, а в это время в соседней комнате их дети будут под присмотром воспитателя. Как пояснила девушка, процедура регистрации очень сложная и затратная. И не всегда получается с первого раза. Во-первых, это достаточно сложный пакет документов. Во-вторых, для этого нужно ехать в Ханты-Мансийск. То есть здесь у нас в городе этого сделать практически нереально. Когда консультируешься, допустим, со специалистами, тоже получаешь каждый раз разные ответы. И есть все-таки некоторые вопросы. И, конечно, было бы здорово, если бы были специалисты, которые помогали бы действительно компетентно. А во-вторых, может быть, как-то возможно этот способ упростить. Анастасия Кострова, законодатель, предложил отправить ему проект и перечень документов. А он уже перенаправит их компетентным людям. Можно почту отправить. Я думаю, руководитель управления юстиции здесь. Просто попрошу, чтобы взял это все на контроль. Было бы здорово. Спасибо большое. Тем, кто сегодня обратился с проблемой, депутат дал свой телефон и попросил изложить все свои инициативы и предложения. Как заверил Брыкин, он настроил решить все вопросы оперативно и помочь каждому. Мария Сераева, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».